Окей, дамы и господа, тот, кто с нами, кто пока что еще не против нас, таких тоже есть достаточно, если вы в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали, то вы попали на еженедельный урок по междунедельной главе Тора. Она у нас действительно еженедельная, пожалуйста, кто подключается с опозданием, выключайте сразу сами звук, скоро я на вас всех натравлю Рэп Гершина, который будет следить за вашим поведением, как старший по палате. Но еще раз напомню, что если вы в шоке, то не надо быть в шоке, поздно уже вы на еженедельной лекции по недельной главе Торы. И у нас, с одной стороны, конечно, радостное мероприятие, как я рассказывал Шаббет, кто был в синагоге, что Рабы Каневский в благословенной памяти всегда радовался Высокосному году, потому что Высокосный год есть дополнительный месяц, и каждый год Высокосный год он публиковал книгу. Но это, с другой стороны, нам дает возможность, те главы, которые обычно, вот тут вот есть материалы, по которым Высокосный год. Обычно те главы, которые читаются вместе, в этом году мы можем их прочесть отдельно. Но это не значит, что две главы, которые говорят практически об одном и том же на протяжении всех этих глав, это глава Тазрия, глава Митсура, так или иначе, да, там, и говорит и о роженице, и говорит о проказе и так далее, так или иначе, в общем-то, речь идет и там, и там об одном и том же. Но мы попробуем это разделить, эту тему на две части, на этой неделе и на следующей. И перед тем, как мы перейдем к лекции, как обычно, я сразу хочу сказать, да, те, которые прислали три минуты назад имена, я их не включил. Я много чего умею делать, но вот так вот виртуально, сразу моментально всех включать. Это, кстати, намек на то, что за тех, которые большие молодцы и регистрируются заранее на поясах, и вспомните сермяжную правду Пурима, когда просто не хватило места, несмотря на нашу действительно очень большую синагогу, регистрируйте заранее, количество мест ограничено, будем рады и делайте все вовремя. Это один из важнейших принципов иудаизма. Но, а мы начинаем, как обычно, с того, что читаем имена, которые присылали со всего мира, в память, о ком сегодня будут сказаны слова Торы и в заслугу выздоровления, о кого будут сказаны слова Торы. Итак, поехали. Сегодняши слова Торы мы посвящаем памяти. А также, для обдалов, совершенно не связано с этим, для быстрого выздоровления. Катерина, 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 Катерин, Александр, Элка, Хона, Галит, Тамар, Эстер, Светлана, Симеон, Хайя, Хайя, Фрида, Александр, Сара, Александр, Эмилия, Хайм, Йосиф, Зейв, Фейга, Хайя, Лея, Юдис, Нехама, Зейв, Лея, Йонатан, Таня, Тоба, Равиталия, Анджела, Лейзер, Райя, Серж, Мазаль, Эстер, Светлана, Давид Арье, Бен Рейза, Давид Бацалл, Бен Сара, Хона Бас Ида, Эла Джулиет, Бас Рокл, Брэндалл, Ида Бас Туба, Хана Бас Сима, Клара Бас Баселя, Анит Бен Клара, Япа Бас Мирьям, Хона Бас Ида, Шейна Бас Хая, Шимис Малия Бас Хая, Анна Бас Рокл, Михаэль Бен Жанна Хана, Эстер Бас Сара, Сара Баскела, Йосиф Бен Хайя, Сирол, Светлана Бас Елена, Хайя Цирол Бас Сура, Лера Бас Сара, Таня, Таня, я думаю, Бас Элка, Ксения Бас Василий, Мендал Бас Хана, Юда Бен Тиква, Авраам Бен Лея, Ксара Лея Бас Хава, Захарий Шимон Бен Сирол, Соня Бас Прихоу, Риэль Бен Бларио, Мордыха Бен Веля. Прямо вот на одном дыхании, но, мэра, вот, поехали. Итак, я вывожу текст на экран, и мы с вами начинаем. Сначала текст, конечно, вот он наш текст, а кроме этого, как всегда, Рэб Гершин, назначаю вас старшим по палате. Рэб Гершин, всех пускать, никого не пускать. Спасибо, поехали. Итак, лекция называется The Chronicles of H2O или H2O хроники, как хотите, так и назовите. Да, мы будем говорить о воде во всех ее, не во всех ее постах. Эта тема очень широкая, только вы сами увидите, что я только чуть-чуть ее копнул, или капнул, не знаю. Но всегда, когда, я сам знаю по себе, я думал даже прислать запись той лекции, но всегда, когда мы обсуждаем эти главы, дозрим и цура, все время говорим о какой-то нечистоте, о нечистоте проказа, о нечистоте рожницы, рожницы и так далее. У нас, по-моему, два года назад, если не ошибаюсь, или три года назад была даже лекция на эту тему «Знакомьтесь с духом нечистоты», я ее потом нашел на своем канале Ютуба. Действительно, очень-очень рекомендую, мы коснемся буквально вкратце того, что мы обсуждали тогда, но очень рекомендую посмотреть эту лекцию, потому что на нее так или иначе будут ссылаться. Но я подумал, о чем и так все время о нечистоте, то нечистоте. Ведь результат конец всех этих эпизодов, да, пусть там роженица, пусть у кого-то там семиизвержение, или неда, или цара атака, чем-то все заканчивается, что все, наоборот, очищаются. Ведь это история, это, как ни странно, достаточно редко для нашей святой Торы, это конкретно история с хэппи-эндом. Оно все заканчивается тем, что все очищаются. И очищаются с помощью того, что идут в миг. Мы из этих наших глав как раз и учим вообще всю заповедь духовной чистоты, семейной чистоты, о том, что все это делается с помощью воды. И я так или иначе решил поговорить немножко, что такое волшебное в этой воде, что такого особенного в миг, и почему мы к этому так относимся, и почему у этого есть на нас такой особый эффект. И, конечно, нам с вами нужно будет сделать большой экскурс, но вообще по-другому, совершенно с другой перспективы, прочесть моменты мироздания, где там вода играет ключевую роль. Ну, а эпиграфом у нас идет Ерман Гесса, извините, не совсем еврейская. Нет, не так. Книжка совсем не еврейская Сидгарта, но так или иначе она непосредственно связана к нашей, не книжке, а эта цитата с нашей лекции, и она у нас будет и эпиграфом. Посмотрите, первый параграф, не буду переводить. They both listened silently to the water, which to them was not just water, but the voice of life, the voice of being, the voice of perpetual becoming. Да, все начинается с воды. Да, Дима? А я думал, если в крайне нет воды. Ну, не важно, да. Поехали. Дальше. Так вот, к чему это я все? Дело в том, что действительно заповедь, то, что у нас, мы там ходим в Микву, каждый по своему поводу, у этого всего есть источники в Торе. Это не просто так. Не просто так, женщина, когда окунается в Микву по окончанию 7 чистых дней после менструального периода, говорит благословение Ашерке Дешану, что это, да, заповедь в Микву. Мы это все сегодня выясним, откуда есть эта заповедь. Хотя, как ни странно, напрямую этого, это в Торе не сказано. Мы с вами когда-то обсуждали, что на Мику для посуды тоже мы учим этой истории, напрямую есть заповедь истории. Давайте все по порядку. Просто я обратил внимание, в нашей главе, которая начинается из женщины, которая будет роженицей, и, да, основная часть нашей главы, и следующей главе посвящена проказе. Ну, давайте по порядку. Написано, посмотрите, второй параг в нашей главе. Хэппи энд. Все эти истории нечистоты. Он должен полностью побриться вплоть до... Как они на русском называются? Брови. Провь для бровей и над своими глазами, да, и все свои волосы. Вы почти стираете одежду, и вы, тут говорится, на самом деле, омыть, да, помыться, все, омыть свое тело в воде, и будет он чистым. Ну, можно было бы, конечно, ковыряться в этих первоисточниках и искать там всякие детали. Я обращу ваше внимание только на несколько деталей. Мы не сможем покрыть их все, это очень широкая тема. Но, посмотрите, третий отрывок. Опять же, в нашей главе говорится о проказе, уже в конце следующей главы, точнее, уже говорится не о проказе, а о всяких генитальных извержениях. Опять же, не хочу вдаваться в подробности, это не только связано с менструальным периодом, это относится и к мужчинам, скорее всего, идет о каком-то заполевании типа сифилиса, это относится и к женщинам, к каким-то неменструальным испражнениям и так далее. Короче, не об этом, я как раз не хочу говорить о нечистоте, а хочу говорить о том, как это все заканчивается. Так вот, там упоминается еще один очень важный момент. Посмотрите, третий параграф, это уже после всех этих генитальных нечистот, как очищается. Здесь у этого предложения есть о очищении отличия одним словом, кроме того, что идет речь о мужчине, у которого были генитальные извержения, он должен точно так же почитать 7 дней и потом постирать всю свою одежду, надеть чистую одежду и омыть все свое тело, но, говорится, живой водой. И тогда он очищется. Здесь упоминается впервые, он не впервые упоминается в Танахе, упоминается и раньше. Это термин, мы о нем будем говорить, может быть, кто-то вспомнил, где первый раз Маймхайм упоминается? По поводу потопа, упоминается Маймхайм. А главное, когда уже как привет на Маймхайм, это у нашего братца Ицхака, Бер Маймхайм, выкопал колодцы живой водой. Здесь на английском, если вы посмотрите, то переводится сразу как fresh water, свежая вода. Мы, конечно, объясним с практической точки зрения, что имеется в виду Маймхайм, живая вода, но в данном случае впервые вводится этот термин как необходимый критерий воды для очищения от каких-либо физиологических нечистот, это живая вода. Ну и дальше у нас в конце, опять же, в следующей главе уже говорится, опять же, у нас есть этот хэппи энд, откуда мы и учим закон того, что женщина должна ходить в Микву, посмотрите, четвертый парагом. Во времена храма были немножко другие законы чистоты. Мужчина, женщина, которые занимались сексом, они оба становились нечистыми на один день и не могли приходить в храм. Оба они нечисты на один день. А женщина, у которой будет мечтать, будет менструальное отделение, не обязательно здесь как раз идет речь, но не только о менструальных отделениях, хотя здесь говорится именно о крови, но любые какие-то другие выделения, это уже медицинский вопрос, есть много споров между нашими мудрецами, о чем идет речь, говорится, что она должна быть 7 дней в своем состоянии неды, неда идет от слова недуй, отдаленная, отделенная, и все, кто к ней прикоснется, к чему она прикоснется, оно нечистое до вечера. Теперь, как ни странно, именно из-за этих предложений мы учим все законы семейных нечистоты и нечистоты, и так как таковы законы. Для того, чтобы просто сразу знать, о чем идет речь, поставив все точки на законодательные точки зрения, наиболее кратко и прямо в этом месте объясняет это Рабейну Бахья. Это достаточно нестандартный комментарий для Рабейну Бахья. Кто помнит, Рабейну Бахья, величайший мудрец, живший в 13-14 веке, в Сарагосе, один из важнейших учеников Рамбана Нахманида, обычно Рабейну Бахья развивает комментарии своего учителя на тот или иной отрывок, комментарии Нахманида, но здесь он решил каким-то таким вот небольшим образом объяснить, как мы из этого учимся, что нужно там окунаться в микву и так далее. Посмотрите, что говорит Рабейну Бахья. Рабейну Бахья говорит, что то, что здесь говорится зав, АЗАВ – это просто генитальное отделение, это не обязательно менструальное отделение. Идет речь, мы учим отсюда именно законы НИДЫ. Напомню, что такое законы НИДЫ. Женщина, у которой есть менстру, начинается менструальный период, минимум 5 дней она ждет, пока не прекратится кровотечение. Если не прекратилось на 5 дней, ждет, пока не прекратится, то она проверяется, что нет больше крови. После этого она должна ждать 7 чистых дней, что не было ни таких кровотечений, отсюда мы учим, и после этого она окунается в микву, после этого она разрешена своему мужу, то есть они могут заниматься сексом. Говорит об этом, и не только там меняются все удаления, все ограничения, которые есть у них в общении. И говорит об этом Рабейну Бахья, что вот эти законы, что нужно ждать 7 дней, нужно ждать, пока закончится кровотечение, нужно ходить в микву, законы НИДЫ мы учим именно из-за этих предложений, хотя речь идет не именно о менструальном периоде. И здесь закрыты непонятные слова Торы по этому поводу, по поводу НИДЫ. Что по поводу НИДЫ здесь, в данном случае, нигде не упоминается, что она должна идти в микву. А у нас вся идея миквы – это соблюдение закона НИДЫ. Но так, как в Торе написано, что каждый, кто прикасается к женщине, которая находится в менструальном периоде, они должны идти в конце дня в микву. Это то, что сказано до того в Торе, что кто прикоснется к сидению, кровати, к одежде, женщина, которая в менструальном периоде должен очиститься до вечера, он не чистый, потом идет в микву, только потом он может идти в крам. Я сейчас объясню вообще всю эту концепцию. И мы учим это из Раби Мариуда и Агаон из Торы, как Каль Вахомер. Кто знает, что такое Каль Вахомер? Каль Вахомер, 48 страница, или 25-я псиния в Сидурах, 13 логических формов по пониманию слов Торы и как мы выводим закон из слов Торы, одна из форм называется Каль Вахомер. Это пропорция от легкого к сложному. То есть, если в каком-то более легком случае есть какой-то закон, если в этом же контексте есть закон более строгий, то тем более законы, которые относятся к более легкой ситуации, мы учимся по поводу более сложного. Я понимаю, конец Рабочей недели, сложно. Я всем говорю, просто прочтите эти 13 формул, не заморачивайтесь, но они таки, да, используются. Что имеется в виду в данном случае? Здесь Мариуда и Агаон, он говорит, что все законы того, что женщина идет в мигку после периода неды, учатся из того, что написано, что тот, кто прикоснется к ее кровати, когда она неда, он должен идти в мигку. Мы говорим, если кто-то, который прикоснется, он должен идти в мигку, то тем более женщина, у которой у самой менструальный период, она тем более должна идти в мигку. Мы сопоставляем то, что написано, что она должна ждать 7 чистых дней после того, как закончится ее период неды, и постановляем, что после этого периода она должна идти в мигку. Понятно? Вопрос, который задает Рабейну Бахи, это то, что напрямую в Торе, что женщина, которая закончится в менструальный период, не идет, не написано в мигку. Написано, что она должна идти в мигку. Но как это часто бывает в Торе? Тора рассматривает, дает нам какой-то один случай, из которого мы можем выучить все остальные законы. Поэтому еще раз повторю эту формулу. Формула, что так как тот человек, который прикасается к тому, что принадлежит женщине, которая сейчас в менструемый период, должен идти в мифу, то тем более сама женщина тоже должна идти в мифу. Ясно, как это работает? Нет, мы говорим, что более легкая принадлежность к этой нечистоте, он должен идти в мифу, тем более женщина должна идти в мифу. На основе этого мы учим, что все нечистоты, которые у нас есть, как ни крути, царат, нечистота смерти и так далее, они все так или иначе очищаются с помощью мифов. Понятно? Теперь, нам сегодня немножко сложно это понять. Но я хочу, чтобы мы запомнили очень важную одну вещь. Нам это сложно понять по той причине, что все, кроме одного закона, одной статьи, так сказать, нечистоты, они были релевантны только во времена храма. Потому что все эти, что значит, что значит нечистот до вечера, это значит, что до вечера он не может пойти в миг, или она зайти в храм. Сегодня это все, точно так же, как и царат и так далее, это то, что называем духовная проказа, это все нерелевантны. Почему? Потому что такого, так сказать, актуального момента, что нужно пойти в храм, его просто нет. Поэтому, поэтому, да, тебе да, поэтому, поэтому единственный вид нечистоты, который сегодня очищается с помощью миквы, который остался, это не да. Я просто привожу Рабейну Бахе, который объясняет, как логически мы учим, что не да должна идти в микву. И наши мудрецы также приняли, что написано, что она должна ждать семь дней, потому что по поводу Зова написано, что ей семь дней она должна ждать, при этом присоединились сюда еще в микву, поэтому получается и дни, и микву, семь дней плюс микву, это очищает женщину от ниды. Есть мудрецы периода Геоним, который предшествует периоду Рабейну Бахе, периоду Ришуним, период Геоним это приблизительно 8, 9, 10, чуть 11 век, Рабейну Бахе живет у нас в 13-14, который получили из другого момента, что просто написано, что нужно мыться в воде, и это дает нам основу, так сказать, таповую категорию, таповую категорию всей нечистоты, и это действительно очень интересно, что это релевантно к нам сегодня, только нечистота ниды. Вся остальная нечистота, мы сегодня поговорим, что она имеет отношение ко всем другим нечистотам, но так или иначе, но я сразу хочу сказать, что я сегодня совершенно не хотел говорить именно о нечистоте, а хочу говорить именно о даче-тоте, то есть то, что я хочу сегодня с вами обсудить, при чем здесь вода? Что такого есть особенного в воде, что с помощью воды мы очищаемся от любой духовной нечистоты? Сегодня, я вам даже больше скажу, насколько это важно, что сегодня есть закон, что в городе основывается еврейская община, что в городе, в котором основывается еврейская община, нету ни синагоги, ничего, ни кошерного ресторана, ни так далее. Первое, на что нужно собирать деньги и строить, это что? Это миква. Начинается все с миквы, с этого все начинается. И, конечно, можно это все объяснить логически. Естественно, как мы знаем, что во времена черной чумы, которая была в позднем Средневековье, во всем обвиняли евреев, что евреи наколдовали, потому что они не болели. А почему евреи не болели? Потому что мыли руки. У нас прямо в Торе везде написано о всяких законах просто гигиены, обычной гигиены. Что-то не так? Пойди помойся. Сходил в туалет? Помой руки. Утром проснулся? Помой руки. Выздоровел? Пойди помойся. Сексом позанимались? Пойди помойся. Перед сексом пойди помойся. У нас все это просто напрямую заповедь истории, где сразу нам говорится о том, как мы должны жить в простой праве. И действительно, этот закон, эти законы, то, что мы очищаемся с помощью воды, можно объяснить абсолютно логически. Что это простые законы гигиены, вопросы гигиены. Что просто вот это вот постоянные водные процедуры, регулярные. Любая женщина, которая здесь говорится о вопросе, это естественное состояние, что нужно помыться. Нормально сегодня. Правда, я сразу без политики, но я сразу хочу сказать, что это не обязательно настолько очевидно для людей, что нужно мыться регулярно. Не так много лет назад я был на семинаре на Урале, в Уфе. И там семинар проходил, еврейский семинар, который проходил в такой шикарной базе. Не помню, как ее назвать. Короче, там были такие деревянные дома, избушки. Мы когда-то уже рассказывали истории, что меня с моими друзьями раввинами поселили в самый привилегированный такой дом на втором этаже, где у нас были четыре комнаты, а посередине была мягкая сцена за навесками в шестом. И мой друг раввин из Свата никак не мог понять, это что, кто-то здесь спит отдельно и так далее. Но проблема в том, что там был этот дом, который был такой весь из себя фэнси, который нам дали. На восемь комнат был один душ. Один душ. И я пришел к каравину Уфы, хорошему товарищу, и я спросил, слушай, а как вообще шаббат, например, будет? Ты что, я вот говорю, да, ты прав, здесь вообще люди не так, не воспринимают, что каждый день надо мыться и так далее. Но наши святые туры предусматривают, что это простая логика, простая гигиена, что нам нужно мыться. Теперь помните, мы сказали, что упоминается термин «майм хаим», что такое живая вода, давайте с ним разберемся. Помните, что это тоже абсолютно логично и абсолютно естественно. Посмотрите, шестой параграф. Первый раз, когда упоминается именно термин «майм хаим», «живая вода», здесь сразу обратите внимание, что здесь на английском переводится немножко по-другому, чем в первый раз, когда мы читали в нашей главе. Здрасте, проходите, проходите. Вы на урок? Есть еще кофе? Окей, только поехали, поехали, поехали. Итак, вообще в 9.8.30 мы начинаем обычно. Здесь упоминается, что «spring water», то есть вода из источников. Но что такое «майм хаим» сразу, как обычно бывает в наших первоисточниках, когда первый раз упоминается какой-то термин, сразу наши комментаторы объясняют, о чем идет речь. Посмотрите, какой-то у нас седьмой отрывок «Абенезра», сразу говорим, что такое «майм хаим», «шээм новим томин», «постоянно текущая вода». Давайте объясню, что мы сейчас пытаемся делать для тех, кто только к нам присоединился. Мы пытаемся, кстати, на Zoom тоже все поопаздывали, только сейчас набралось уже кучу народу. Пожалуйста, приходите вовремя. Законы того, что любая нечистота, физиологическая, духовная и так далее, она очищается с помощью воды. И то, что я хочу, пытаясь сейчас, по крайней мере, объяснить, что это все абсолютно логично. Это простая гигиена, простые вопросы того, что, я повторюсь, то, что мы читали до того, если у тебя кожные заболевания, уходишь диспансер, после этого вышел из диспансера – помойся. Вышел из туалета – помой руки. Проснулся – помой руки. Это простые заповеди истории. Занялся сексом – помойся после секса. До того, как занялся, сходи в Мику тоже. Так или иначе, мы все время говорим о том, что нужно мыться. В одном из случаев мы упоминаем в нашей недельной главе, что должно быть Майм Хаим – живая вода. Что такое живая вода? Естественно, для того, чтобы логически объяснить, нужно вернуться к первому разу, где это упоминается в Танахе. Упоминается она в книге Берешет по поводу Ицхака. Посмотрите, я еще раз вернусь на шестой параграф. И когда копали там работники Ицхака возле реки, нашли колодец с живой водой. Да, даже когда-то у нас лекция на эту тему была, что это связано с Авраамом и так далее. Но главное, то Ибн Эзер объясняет, посмотрите, что это просто Майм Хаим – что такое живая вода. Это не, как про кого-нибудь сказано, в церковь заходишь, там у тебя такая фиговинка стоит, живой водой. Нет, все… Там святая вода, я думаю, что она тоже… Она, наверное… Все очень просто и логично. Живая вода говорит именно… Чем новым тамит? Постоянно проточная вода. Вода, которая… Что логично, почему? Потому что если это застоявшаяся вода, что с ней происходит? Она начинает свисти. Опять же, мы говорим о простой физической гигиене. Поэтому должна быть проточная вода. Мы знаем, что сегодня кошерная миква, в особенности женская миква. Мужская миква – это нормально, просто большой бассейн с хлоркой, тоже хорошо. Главное – помыться до того. А женская миква – там совершенно другие требования и в плане гигиены, и в плане чистоты. Но там, как устроена… Мы к этому сегодня еще вернемся, как устроена женская миква в зависимости от мнения наших законодателей. Но так или иначе, это должно быть два бассейна. Один, вот с такой вот природной водой, дождевой водой, вода, которая вот то, что называется Майм-Хаим, а вот у всего есть терминология, и другая вода может быть обычная вода, просто из крана, профильтрованная, и между ними обязательно должно быть сообщение. Есть такие особо одаренные и фанатичные товарищи, даже мужчины, которые окунаются только тогда, когда это сообщение, оно открыто, и чтобы было постоянное… Это, кстати, мы к этому еще сегодня вернемся. Очень важный момент. Это открыто, и они сообщают, что вода переливается одно в другое. Вот эта вода, которая во втором бассейне, не тот, в который вы обычно окунаетесь, это называется Майм-Хаим. Не живая вода, потому что она живая или животворящая, там или что. Нет, живая имеет в виду проточная, свежая вода. Так все абсолютно логично. И на самом деле эта логика того, вообще все идеи того, что мы очищаемся от всех духовных, физических нечистот, именно с помощью воды, именно живой проточной воды, она, очевидно, еще из прошлой главы, где мы говорили о законах кошера. И были у нас там, обсуждали всякие некошерные штуки, которые вот шрацимы, помните такие, которые вообще шрацимы, на велот совсем всякие гады, которые пользуются, которые здравомыслящие человеку кушать не надо. Если ты начинаешь кушать, как вы помните с прошлой лекции, ты перестаешь быть здравомыслящим, если кто был на прошлой лекции. Так вот, посмотрите, что там написано. Вы знаете, восьмой параграф. Все эти нехорошие штуки, которые нельзя нам кушать, они будут соприкасаться с сосудами с водой или с какой-то жидкостью и так далее, оно все, или падает в какой-то там сосуд, в котором набрана жидкость, все из жидкости сосуд становятся нечистыми. Тут вообще такой строгий закон, что если такое соприкоснется вообще с печью, то печь нужно полностью разрушиться, она вся нечиста, духовная нечиста. Ах, но, посмотрите, 36-е предложение в восьмом параграфе. Но если это ручей с текущей водой или колодец, которым мы называем, здесь уже упоминается слово миква, это колодец, в котором собирается дождевая вода, то есть она там не природная вода, которая собирается туда, или любое место, которое проточное, если такая штука туда падает, которую нам нельзя кушать, нечистота всякая, то она остается чистой. Почему? Потому что есть проточная вода, она все время меняется, она просто не загрязняется. Нормальная, простая логика. Нет, если с крана, нет, с краном не работает. Какая разница, она все равно проточная. Нет, убрать, само собой, лучше. Если быть здоровым 100% лучше, да? Я не спорю. Но вся идея в том, что вода постоянно обменивается, и поэтому он остается, становится чистым. Логично? Логично. Теперь, когда мы видим такое логичное объяснение этой заповеди, нам нужно искать, которое для нас абсолютно очевидно, нужно искать первоисточники, где такое логичное объяснение будет. И здесь уже есть достаточно много людей, которые участвуют в нашем уроке, как на Zoom, так и здесь, которые могут искать, вот когда ты хочешь найти логическое объяснение заповеди, куда кому-то обращаешься? Нет. Ашер к кому обращается? Куда мы обращаемся, к какому первоисточнику за логическим объяснением заповедей? Рационари. А? Ктори. Ктори. Рамбам. Спасибо, Илюша. Рамбам. Конечно же, Рамбам. Маймани. У которого вся его идея, вся его рационализация была в том, чтобы найти логическое объяснение заповедей. Это не только книга Мурен и Вухим, «Бутеводитель заблудших», где вся третья часть посвящена именно попытке рационализировать заповеди, настолько, насколько возможно, вплоть до служения в храме, что это нужно для шоу и спецэффектов, до даже просто этот самый Сефра Митцев, с которым мы учим здесь между Минхой и Марием, он все время пытается привести какое-то логическое объяснение. В Мишне Тора, в особенности, он приводит логическое объяснение заповедей. Когда мы говорим о таких заповедах, о вообще вот этом все идее очищения с помощью водой, проточной водой и так далее, то логично сказать, что это понятные заповеди. Помните, что у нас есть три, мы сейчас чуть-чуть коснемся, три варианта заповедей. Есть Мишпатим, Эдуйот и Хукин. Все они переводятся как законы или как заповеди. Мишпатим, законы, это те, которые, даже если бы они нам не были даны в Торе, мы бы дошли логически, что это очевидно, то есть нормально, просто развитие цивилизации. Эдуйот, свидетельство, также можно перевести, это законы, которые мы бы логически до них не дошли, но в тот момент, что они нам даны, это make sense, как, например, праздники, то есть мы бы просто так, как честно бывало жаркого заката, не праздновали бы Пейсик. Но так как 14-го числа весеннего месяца Ниссана в конце этого дня нас вывели из Египта, то мы теперь празднуем Пейсик, для нас это очевидно. Есть заповеди Хукин. Хок – это просто приводится как закон, у которого нет никакого логического объяснения, включая, почему нельзя, мы говорили с вами об этом, нельзя смешивать молочное с мясным, почему там нельзя шер с сольным вместе в одной одежде и так далее. Очевидно, что эти заповеди, как мы очищаемся с помощью воды, они логичные заповеди. И поэтому я для того, чтобы быстренько wrap up нашу лекцию, я отправился к другой теме, естественно, пошел в Рамбама, смотреть, как у нас это логически подтверждается, что мы с вами посидим. И тут приходит Рамбам и говорит нам совершенно обратно, абсолютно обратно. Посмотрите Мишне Тура, девятый параграф, у вас есть перевод на английский, говорит он очень странную вещь. Это очевидно и вероятно. Вообще просто понятно любому здравомысленному человеку. Что все законы чистоты и нечистоты. Это просто мы учим историю. Этого нет никакого логического объяснения. А что же мы только что объясняли? Everything makes sense. Помыться после того, как ты нечист, там очистился, вышел из диспансера, помылся, все нормально. Говорит он, никакого вообще логического объяснения этому нет. Более того, он говорит, это не из тех вещей, которые человек своим интеллектом, своим разумом может постичь. они относятся к заповедью, которая называется хок, заповедью, у которой нет логического объяснения. И это не только, окей, мы можем сказать по поводу нечистоты, что такое духовная нечистота. Покажите мне ее пальцы. Когда там проказа была, высыпала что-то и так далее, пришли, показался коину, то можно сказать, окей, тут еще как. Но мы говорим о бесконечном другом количестве всяких нечистоты. Почему вдруг женщина, у которой менструальный период, она становится нечистой, не может приходить к храму? Почему муж с женой, после того, как они занимались сексом, они сутки не могут приходить к храм, пока не помоются? Нечистоты. Это понятие, то, что мы называем нечистоты, это не физиологическое состояние. У этого нет логического объяснения. Он говорит, больше. Мы-то с вами, я скажу, что наша лекция будет посвящена не нечистоте, а наоборот хэппи-энду, процессу очищения. И можно понять, что так как есть какой-то физиологический эффект у этой духовной нечистоты, то очищение, оно тоже физиологическое, оно понятно. Но Рамбам, здесь нам портят всю картину. Говори дальше. Он говорит страшную вещь. Он говорит, но точно так же окунание в микву, вот это помыться, вся идея миквы, это относится к тем же непонятным законам духовной нечистоты. И это относится к разряду хоким. И когда мы говорим, что помылся в воде и очистился, не имеется в виду там какую-то грязь или какашки себя смыл. Извините, я просто перевожу, что Рамбам здесь говорит. А нет, это мы учим истории, как просто отдельно непонятные для нас заповеди. Но здесь он говорит еще более странную вещь. Говорит, и это связано с тем, какой у тебя настрой в сердце. Очистился ты или нет, независимо от того, какая там была вода проточная или нет, фильтрованная или нет, хорошо ли ты помылся и каким шампунем от перкоти или нет. Это никого не интересует. Все, независимо от того, какое количество воды там было, у этого есть правило, какое количество воды там было. Независимо от температуры и так далее, все зависит только от чего? От того, что ты имел в виду, когда ты окунался. От твоего физического, не физического состояния, духовного. Поэтому говорит Рамбам, что все, вот эта вот идея окунания в микву, это нелогичная вещь. Абсолютно нелогичная. Логичная вещь может быть то, что висит, слава богу, в женских миквах этого нет. Я просто хочу, я не знаю, мужчины были когда-нибудь или женщины в женской микву, в женской миквах это совершенно другое мероприятие. Это не мужская миква, это не фан. Представьте себе, куча голых мужиков, которые моются, потом лезут в эту микву, и большими буквами во всех миквах написано «Пожалуйста, помойтесь и примите душ с мылом перед тем, как вы идете в микву». Вы можете себе представить, что происходит. Мой Роша Шива, Равикутель Форкас, он один... Окей. Он конкретно один раз закрыл Ишиву, потому что ученики Ишивы плохо мылись, и потом заново каждого принимал и сказал, что если кто-то будет там, есть всякий там кавано-торизель о том, что после миквы нельзя вытираться, что это святая вода и так далее, если мне кто-нибудь, не то, что не вытелится, не то, что не помоется после миквы, а не будет пользоваться дезодорантом после того, как вы помылись с шампунем, Ишиву не будут запускать. Я скажу, Кучель Форкас, один из главных поисков законодателей нашего поколения. Логика это то, что да, нужно помыться до того, как ты идешь в микву, после того, как ты идешь в микву, это просто уважение к окружающим. Но сам тот факт, что ты в микве, потому что там есть проточная вода, очищаешься от какой-то нечистости, это связано с тем, что думаешь. А как ты к этому относишься. И это все мэджик. Это все какие-то духовные моменты. Я, не дай Бог, не мэджик, мы, конечно, об этом поговорим. Продолжим до девятого параграфа, что говорит Рамбам. И поэтому говорят, что нашим мудрецы, что тот, кто окунулся в микву и не имел в виду, что он хочет очиститься, а на данном случае, потому что на сегодняшний день обязанность только такая есть у женщин, у мужчин это по праву, и не имел в виду, что я очищаюсь от духовной нечистоты, ничего с тобой не произошло. Помыться ты помылся, но нечистый остался. Но говорит Рамбам, но все-таки есть небольшой намек. И несмотря на все, что мы сказали, есть небольшой намек на объяснение, зачем это делать. Когда человек окунается и выходит из миквы, физически он никак не изменился. Но говорится нам, чтобы очиститься от этой духовной нечистоты, даже у которой есть физические проявления, тебе нужно окунуться в микву, и только после этого ты становишься чистым. Так как мы видим, что на физиологическом уровне каким ты был, таким и остался, разве что, если ты моешься регулярно, то мы говорим, что очищение, оно проходит на каком-то эзотерическом уровне. Потому что физически ты никак не меняешься от того, что ты окунул в микву, и поэтому все это связано с твоим интеллектуальным процессом, как и все остальное на самом деле тоже. Веки ванши с ким были более прошлые там на ицот выявил нашу в мейда ата таор. И так как человек который решил пойти в микву, чтобы очиститься, он или она, они это делают потому, что больше не хотят быть редиской, плохо себя вести, думать нехорошие вещи, то миква это просто как триггер такой психологический, который тебе говорит, вот сейчас я окунулся, и теперь я очистлю. Потому что мы привыкли мыться водой, говорит Рамбам, поэтому духовные нечистоты мы тоже очищаем с помощью воды, но на самом деле это только, как очень часто любят объяснять Рамбам, это только психосоматика. Хорошо, хорошо рассказываю. Рей Гу Омер, и об этом написано пророке Хескель, мы к этой цитате сегодня еще вернемся, в раздакте, мы маем дхорьем, и тартем, и коль ту матхем, и коль галахем, и таретхем. Написано пророке Хескель, и я обливал вас, обрызгивал вас чистой водой, и вы очиститесь от всех своих нечистот, и так далее, и так далее. Мы к этой цитате сегодня еще вернемся. Говорит Рамбам в заключении, а на самом деле очищает нас от всего Всевышнего, и пусть он нас пожалеет, таких тупых и несообразительных, потому что мы не понимаем, зачем это нужно, и все в его руках, пусть нас очистят. То есть, что нам говорит Рамбам? Что максимум, логику, которую мы можем объяснить в этой идее Миквы, все, что мы сказали, это ерунда, никакого отношения к действительности не имеем, и гигиене тоже. Максимум мы можем рассматривать идею Миквы как какое-то психоматическое состояние. Я уверен, что вы можете найти кучу роликов на разных языках о том, как это вообще прекрасно для женщин окунаться в Мику. Вы даже не можете поверить, но ваш поконный слуга когда-то вводил группу, сейчас моя жена будет ругаться, группу незамужних девушек, еврейских студентов в женскую Мику показывает, как это работает, и как это круто, и так далее. Нет, я не окунался. Это было в Москве, просто та женщина, которая должна была проводить эту экскурсию, не пришла, и нужно было срочно, чтобы что-то рассказал. Поэтому мне пришлось это делать. Но, говорит Нарамбам, никакой логики в этом нет. И получается, что все, первую половину урока, что мы объясняли, оно никакого смысла не имеет. Получается, что вот эта идея Миквы максимум, настолько, насколько Рамбам любит рационализировать, это психосоматический эффект. Но, говорит Рамбам, что вообще это все от нас скрыто, и это где-то в других измерениях. И, конечно, мы могли бы уйти в другую, очень популярную сегодня сторону волшебства. сказать, что вода, она вот такая вот святая. И она так вот круто там побрызгала водичкой и там кинул туда свинец, вышли глазики, освободились от сглаза. Ну, есть. Ладно. Просто так, для еврейского экстрима у этого есть объяснение. Не, не про глазики на свинце в воде, а про то, что вода действительно, она отменяет любые проточная именно вода, отменяет любые колдовства и так далее, и так далее. Об этом написано напрямую в Вавилонском Талмуде. Посмотрите. Десятый парагон. Рассказывает про мудреца, которого звали Заири. Это достаточно известный мудрец Талмуда, который пришел из Вавилона в землю Израиля, но пошел он в город Александрию. Знаете, город в Египте, Александрию. Так, надеюсь, вы знаете, что в Древнем мире после Александра Мавилона Македонского было много Александрии, не одна Александрия. Здесь поэтому в Талмуде говорится «Заиря икла ле Александрия Шельмитцрая». Пришел этот мудрец, которого звали Заири, в Александрию, в Египте. Заван Хамра купил ослика кемата ле шкею май па шар бекам гамла дуски нита. Извините, на арамейском, у вас здесь перевод с объяснением на английском в 10-м параграфе. Решил он его напоить водой из речки. Как только этот ослик прикоснулся к воде, превратился, он почему-то здесь говорится о доске из моста. Просто превратился в балку. Кто, ослик или заилик? Все. Да? Амрулей, тут гемор, естественно, сокращает язык, и говорит, ответили они ему, что он решил. Он пришел к тем, кто его продал. гоните бабки обратно, что за дела, кого бы мне продали? Это не ослик вообще, деревяшка какая-то. Амрулей, сказали они ему, и лав заилиат, лавы мадренала. Если ты бы не был заилиат, такой известный мудрец, ничего, мы тебя не вернули, пошел бы ты гулял. Почему? Ми-и-и-и-зави-ми-и-а-ха, лава диклами-мая. Здесь, в нашем городе, в Александрии Египетской, все, кто что-то покупают, сразу проверяют с водой. Почему? Потому что там, надеюсь, что вы догадались, что в эту сторону мы с вами идти сегодня не будем, как делать фокусы со соцликами, но потому что объясняют комментаторы, что вода, она уничтожает любое колдовство. А там, в Александрии, они большие-большие были, эти колдуны, поэтому все, что покупали в Александрии, сразу давали попить водички. Если оно купил там слона, подал водичку, а он стал мышкой, то это нужно делать до того, как ты заплатил. А за Ири, который пришел из Вавилона через землю Израиля, и я такой уважаемый человек, ему сказать, хорошо, хорошо, у тебя есть refund and exchange, а так, если водичка не попоил, никакого refund and exchange. No refund, no exchange. Ты знаешь, я там не был, я там не был, и не знаю, как проверяли, но судя по тому, если представить себе театрально, то, как мизансцена, того, как это происходило, скорее всего, этот рынок был у реки. И поэтому все, что покупали, сразу шли к речке, мы же говорим про проточную воду обязательно, шли к речке, пробовали, если ослик не превратился в бабочку, то все хорошо. Я не признаю его. Мне предлагали как-то продавать кадила, но неважно. Итак, то есть мы могли бы поговорить, конечно, мы могли бы, конечно, поговорить о всей этой волшебстве и так далее, но мы-то пытаемся как-то это натянуть на себя. Как-то это, какой-то, я не думаю, что сейчас все пойдут своих домашних животных поить из канала, да, во-первых, они сдохнут, сразу, скорее всего. Но проблема заключается в том, что сам Рамбам, я ему не доверяю, когда он сказал о том, что этого нет логического объяснения, это все психосоматика, вообще это все вне рамок нашего сознания, потому что сам Рамбам говорит следующую вещь, уже совершенно другой, это просто как теория подхода к Рамбаму, посмотрите 11 параграф, также смешная тура, это законы Мейла, Мейла это различные нарушения, как ввести себя в случае нарушения. Толерантный Рамбам говорит, что стоит каждому человеку как можно больше концентрироваться на законах Торы и понять их логический смысл настолько, насколько он это может, того, насколько работает мысль. Рамбам говорит, что это обязанность каждого человека. И здесь очень важный момент, который мне кажется категорически актуальным для нашего русскоязычного общества, потому что только в русскоязычном обществе принято, что если я туплю и чего-то не знаю, я не пойду узнавать, а это значит, если я этого не знаю, значит неправильно. Люди могут жить в Израиле. Я очень рад, что вы смотрите в хоккей параллельно, но, пожалуйста, выключайте микрофон. Какой еще? И уже не первый раз. Так вот, говорит здесь Рамбам. Я думаю, что вы часто сталкивались с это в нашем русскоязычном обществе, когда человек чего-то не понимает. Если я не понимаю, значит неправильно. Нас так не учили. Нет, говорит Рамбам, если ты что-то не понимаешь, то нужно осознавать, что ты не все можешь понять. И если ты не понимаешь смысл какой-то заповеди, это не значит, что эту заповедь не нужно выполнять. И вот, если нет подхода, что я, хотя, кстати, я слышу даже религиозных деятелей, которые об этом так говорят, что подходят, что только я вот сначала ты должен осознать, а потом выполнять. Так, если мы действительно думали, что мы что-то осознали, то кто был во вторник на последнем уроке Тани, мы говорили о том, что когда тебе начинает казаться, что тебе что-то понятно, ты познаешь Бога, это, скорее всего, Бог сокрыл себя настолько по отношению к тебе, что тебе теперь стало понятно. Есть? Нет? Нет? Нет. Познать Всевышнего невозможно. Мы познаем какую-то одну деталь. И в тот момент, что тебе становится что-то понятно, это значит, что Всевышний сократил себя настолько до этой детали, которую ты можешь воспринять. Это значит, что еще нора кролика настолько глубока. И более того, опять же, то, что говорит Рамбам в Марене Вухим, путеводитель из-за блудши, он говорит, что основное качество, которое нас может приблизить к пророчеству, а это важнейшее качество, которое нужно быть евреем, это это во всем сомневаться, на все задавать вопросы. Ничего не принимать на цену. Но то, что ты, если, главное, говорит Рамбам, если тебе что-то непонятно, это не значит, что это неправильно. И к этому мы дальше еще повернемся. И когда идет речь о словах Тора, если тебе что-то непонятно, то ты не должен к этому относиться, как к каким-то светским наукам, значит, скорее всего, это доказательства, это нет или доказательства неправильные. Нет. Это значит, что все, что это значит, это значит, что ты не понял. Это не значит, что это неправильно, это значит, что это неправильно, это значит, что тупим. Все, больше ничего. I wish. Рабой Google, да. Итак, раз Рамбам нам говорит, давайте ломать мозги и понимать, давайте сейчас сбросим всю предыдущую иллюзию о том, что мы логически что-то понимаем, что это просто вопросы гигиены. Потому что Рамбам говорит, что никакого отношения к гигиене это не имеет. Но все-таки он нам говорит, что нужно попытаться понять. Тогда мы обращаемся к другому первоисточнику, который мы не знаем даже, кто написал. Хотя есть предположение. Книжка, которая написана в XIV веке в Барселоне, которая является одним из основных источников объяснения Запада, это Сефара Хенух. Она переведена на все возможные языки, ее стоит почитать. И тут Сефара Хенух говорит нам одну очень интересную вещь по поводу именно окунания в никлу, по поводу очищения с помощью воды. Деталь, которая, как я сегодня жаловался Диме перед лекцией, что из-за вас не пришлось поменять вообще всю лекцию, потому что, когда я наткнулся на эту деталь, я понял, что все, что я собирался рассказать до того, не имеет никакого смысла. Я надеюсь, вы тоже обратите внимание на эту деталь. Итак, 12-й параграф Сефара Хенух. Я напомню еще, что мы пытаемся сделать. Мы отказались полностью от логического объяснения, потому что Рамбам говорит, это неправильно. Но, с другой стороны, мы не будем заниматься всяким волшебством и пиротехникой, и колдовством, и так далее. И Рамбам говорит, что нам нужно понять это логически. И мы все-таки, если Рамбам говорит, что логики в этом нет, но где-то нам нужно искать, не ту, что мы нашли изначально, нужно попытаться найти эту логику. И так, 12-й параграф. И по поводу воды, которая очищает от любой нечистоты. По простому, нужно составить перспективы простого понимания. Нужно подумать. Он говорит, что цель этого всего это в том, чтобы человек, который выходит, обратите внимание, здесь очень важный момент, который выходит из миквы, почувствовал себя, как будто он родился заново. В этот момент. Как это было в притворении мира, что сначала мир это был полностью вода еще до того, как был сотворен человек. Как написано, мы к этому естественно сегодня обвинемся. Божественный дух витает по воде. Ничего больше не было, была только вода. Мы сегодня посмотрим внимательно и совершенно с другой перспективы эти предложения. Это очень интересная вещь, что ты говоришь в Сафрахину. И должен сказать себе в сердце, то есть сконцентрироваться на следующем и вообразить. что точно так же, как обновилось мое тело, когда я вышел из миквы, точно так же и мои мысли должны стать совершенно новыми. И должен исправить свое поведение и будет скрупулезно идти по дорогам Всевышнего. То есть идея миквы говорит в Сафрахину это рождение заново. Полностью. Бааль кенамрух хамим поэтому сказали наши мудрецы шило тикаше атеарабе майм шибекли ракбе майм хаим и поэтому говорят наши мудрецы, что очищение, о котором идет речь, оно не может произойти с помощью воды, которая заключена в какой-то сосуд, а только майм хаим только вода, которая проточная, природная проточная вода, не имеется в виду водопровод. Или это то, что собирается в земле, озера, колодцы и так далее, а не в каком-то специальном резервуаре. И говорит в любом случае, даже если ты узнаешь, что там в озеро или в пруде, надо рассказать историю, как мы с моим другом Юдом Пушкиным пошли голыми купаться ночью в Твери в горячие источники во фонтане. Нет, не буду рассказывать, жена будет ругаться. Да? Да, так вот, когда ты окунаешься в этот природный источник, что, посмотри, что говорит здесь Сапер Акину, ты должен представить себе, ты окунаешься полностью с головой, что весь этот мир вода. И когда ты выныриваешь наружу, ты должен ощутить, что ты просто пришел, как мир был создан, не только ты, весь мир был создан заново. То есть, он говорит, еще больше интересный момент с психосоматикой, что не только ты должен думать о том, что ты очищаешься с помощью этой воды, и это главное в твоем намерении, он говорит, больше. Он говорит, когда в момент, что ты окунаешься в воду, когда ты сидишь под водой, о чем ты должен думать? Весь мир вода. Кот, Шолинга, все, ничего больше не существует, кроме той воды, в которой ты находишься. Но главное, что он говорит, он обновляется в момент, что он из них выныривает. Очищение происходит в момент, что ты выходишь из миквы. Обратите внимание на деталь. Очищение не тем, что ты окунаешься в микву, потому что можно не вынырнуть. Но очищение в том, что ты выныриваешь из этой воды. Обратите внимание на тонкую деталь. Очищение не в том, что там столько воды и так далее. Ты подумал, а сам момент очищения это в тот момент, когда ты выходишь из воды. Это очень интересная деталь, которую помню Сафар Хенуха, и сейчас мы к ней вернемся. Как было сказано, чтобы имя «А если эта вода будет заключена в каком-то резервуаре, ванну, допустим, даже большая ванна, и ты в нее не можешь откроешь глазки, у тебя там ванна». Соответственно, это обязательно должно быть что-то, что ты представляешь, что полностью покрыт водой. Он говорит, когда ты окунаешься в ванну, покрытую кафельем, то ты не можешь себе сказать, что весь мир это вода. Поэтому здесь он говорит немножко странные вещи, по идее, нужно окунаться именно в большие природные водоемы, в которых ты можешь нырнуть и представить, что весь мир это вода, но главное, что он говорит, и тот, кто слышит, он услышит, о чем я, а тот, кто не услышит, пусть идет и гуляет свободно. Вахаделих, да, тот, кто не соображает, чтобы вообще не заморачиваться. Сафар Хенух, мне кажется, чуть-чуть больше нам открывает занавесы этой идеи очищения с помощью воды, так как мы откинули всю гигиеническую систему, а говорит он о том, что представлено, что все, весь мир покрыт водой, и очищение происходит в момент, что ты выныриваешь из воды. Я подумал, если так, давайте вернемся, что значит весь мир покрыт водой, что такое, что происходит во время творения мира. Давайте именно с этой перспективы сейчас просто почитаем всем известное предложение о творении мира. И когда я это сделал, готовясь к этой лекции, напоминаю, что я всю лекцию переделал буквально за час до лекции, я просто был в шоке, есть вещи, на которые я вообще никогда не обращал внимания. С чего мы начинаем? Посмотри, первое предложение в Торе, тринадцатый парадок. Вначале Всевышний сотворил небо и землю. Я думаю, что всем не нужно. Объясняю, что Шамаем, мы идем, посмотрим этот комментарий Раша, который цитирует Мэтр Шраба, Шамаем, бухай, бухай. Не, 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 мы не пьем во время урока. Это для всех, кто там на Хабар, да, тру и так далее. Все очень. Да, да, да. Так вот, говорит здесь, к нашу комментарию, мы к этому еще вернемся, Шамаем, что такое Шамаем? Тут у нас есть люди, говорящие на иврите, что такое Шамаем? Шам-майм. Там вода. Слово Шамаем, небеса, на иврите, это значит, там вода. Теперь, пока что не говорится, что сотворена вода, но мы сотворили небеса и землю. Второе предложение, посмотрите, второе предложение в 13 параграфе. Мы уже цитировали это предложение раньше, в Раббейну Баха его цитировали, если не ошибаюсь. И земля была хаотична, и мрак был над бездной, и дух Всевышнего витал над водой. Кто мне может сказать, какая единственная вещь, которую мы сегодня знаем, была сотворена в этот момент? Только вода. Все остальное какие-то непонятные штуки. Что такое кромешная тьма, хаос, божественный дух, которое было первое, что было сотворено в этом мире, это была только вода, которая покрывала все пространство. Только вода. Там дальше, говорится, что потом сделал свет, потому что было темно, зажгли свет, но водичка осталась, и увидел, что все хорошо. Что происходит у нас на второй день творения? Мы закончили с первым днем. Вода есть. Что было во второй день творения? Посмотрите 14-й параграф. Всегда, я уверен, у всех вызывают странные ощущения это предложение, и будет пространство, или раки обычно переводится как небосвод, но будет пространство внутри воды и разделится между водой и водой. С физической точки все просто объяснить. Есть вода, небо голубое, на небеса атмосфера, и есть вода, которая на земле разделили. Но, что значит разделили? А материки, континенты еще нет. Земля пока что тоже вся покрыта водой, все равно, несмотря на то, что появилось небо, появилась атмосфера, и есть промежуток между землей и водой внизу, и водой внизу, то есть наверху. То есть у нас теперь есть две воды. Верхняя вода и нижняя вода. Опять же, есть очень много в Кабале объясняется значение, что только майм леним, и высшая вода, но это на самом деле что-то не вода, и так далее. Но давайте просто по-простому. Разделили воду на две части. И дальше говорит, что Всевышний сделал что? Сделал эту небосвод, если так можно сказать, который и разделяет между водой, которая наверху, и водой, которую внизу. Так оно и было. И назвал он то, что находится на небосводе небесами. И был вечер, было утро, второй день. Чего единственный раз в этом... Мы сейчас прошли все, что было сопровлено во второй день. Чего здесь не хватает? Спасибо, дорогие. Это единственный день из всех дней творения, где Всевышний ни разу не сказал, как хорошо получилось. Первый день творения, он говорит, создал свет, увидел, что свет он хороший, и было хорошо, бла-бла-бла. И дальше много раз у нас была на эту тему лекция, если не ошибаюсь, постоянно повторяем, как хорошо, как хорошо, во второй день творения, ни разу не сказано китов. Сейчас мы к этому придем. Посмотрите, в первую очередь, пятнадцатый параграф, то, что говорит Раши. Что значит, сразу объясняют... Я понимаю, что здесь можно еще много деталей привести, почему там у нас сказано, в первом предложении творения уже сказано, Шамаем, небеса, а здесь у нас во второй день обратно творят небеса, какая-нибудь между теми небесами, этими небесами. Но Раши обращают внимание, цитирую из Вавилонского Талмуда, что мы уже сказали, что значит, Лоракис назвал небосвод небесами, Самаим, Шамаем, что туда поднялись воды или там вода, Шамаем, это означает вода, и Эшвымаем, что это и огонь, и вода, там все смешало, Шервам, Зебе, Зебе, а самым Шамаем, все смешало огонь и воду, получились небеса. Ну, можно это тоже с физической точки зрения объяснить, что происходит, что происходит, когда нагревают воду, испарение, смешал воду, атмосфера, это мельчайшие частицы воды, там облака, это понятно. Но, то, что сказал уже на Мурее, есть офигенно классный мидраж, который, мы, конечно, придем к тому, что уже было здесь сказано, но есть еще одна очень-очень интересная вещь, которая, это будет в следующем году, а может быть, на голову бы решить, об этом поговорим, потому что здесь просто взрыв мозга, что говорит мидраж. Объясняет мидраж раба именно этот отрывок и задает тот вопрос, который задал Дима, точнее, задал его утвердительно, посмотри, 16 прага. Почему во второй день творения, это единственный день творения, который написано, и было хорошо. Раби Йоханан Тани, учит Раби Йоханан, бешем Раби Йоси, Раби Халфата, от имени Раби Йоси, сын Раби Халфата, чтобы во второй день был сотворен ад. Надеюсь, вы понимаете, что ад не имеет никакого отношения к тому аду, который нарисован, в картинах Джотта, я не знаю, Лиубоска. Нет, это совершенно другое понятие, но понятие ада преисподника, как они так не назовите, было со временем второй день, поэтому хорошо это назвать никак нельзя. Шенейма, кеарохмы этмоль тифта. Что шире, чем вчера, оно раскроется. Здесь очень интересный момент, который, к сожалению, у нас нет возможности это обсуждать. Почему говорится, что идет речь о аде? Йом шеешбо этмоль вейн бошельшон. Что это день, у которого уже есть вчера, но нет еще позавчера. Почему? Что это значит? Это мы будем говорить, наверное, на главу Барышит. Но именно тот факт, что второй день, это единственный день, у которого есть вчера, но нет позавчера, это объясняет, что в этот день был сотворен ад и не было сказано ки тоф. То есть нужно позавчера. Продолжим мы то, что касается уже нас. что в этот день был сотворен спор, несогласие, дисагримм. Что были две воды, одинаковые воды, их разделили, а теперь они, как говорил, что даже если это спор, который ради того, чтобы исправить этот мир, по поводу него не говорят, что это хорошо, а спор, который просто ради спор, который не исправляет мир, то тем более ничего хорошего в этом нет. Что мы видим? Второй день, который полностью у нас посвящен. Почему? В воде ничего хорошего не было сделано. Махлоки. Там есть рассказы про всяких там чертей, которые были сотворены, но это все в Метерше, мы не будем касаться. Так или иначе, был сотворен спор между водой, которая наверху, и водой, которая внизу. Две воды. Одно из объяснений, которое также приводится, я его здесь не приводил, почему не сказано ки тоф, почему не сказано все хорошо, потому что это был промежуточный этап. Но творение воды той формы, которая мы сегодня ее воспринимаем, она не была закончена. Да, разделили нижнюю воду и верхнюю воду, появилось небо и вода на земле, но еще нет воды на земле, потому что что у нас на земле? Все вода. Земли-то еще нету, и поэтому сразу третий день творения начинается с чего? Посмотрите, 17-й параграф. А вот здесь, внимание, первый раз упоминается понятие миква. Я понимаю, что на английском это не видно, но если кто-то читает на иврите, посмотрите, здесь написано. И сказал Всевышний, якаву, соберутся, это и есть слово миква, если говорить о глаголе, воды, которые под небом в одно место и тогда открылась суша. И так было, и то, что, хотя, опять же, мы говорили уже, земля упоминалась, но он говорит, эту сушу мы назвали землей, а на водоеме с водой или то, что мы называем миквай, назвал моря и вот только теперь он сказал, увидел, что все хорошо. Давайте еще, как я говорю, как называется эта лекция, разберемся с хроникой воды. Вода была с самого начала, она была все, все, что было в творении, это была вода, еще не было небо, еще не было земля в нашем понимании, это все была вода. Потом из этой же самой воды было сделано то, что мы называем небом, и была сделана та вода, которая на земле. Это нехорошо, когда просто разделили по отдельности, это момент создания генома, ада, споров и так далее. Продолжение творения воды, продолжение творения воды, это тогда, когда вода собирается в микву, и из нее выходит что? Земля. А теперь вспомним, что говорит Сефер Ахинух. Что сказал Сефер Ахинух? Момент очищения – это что? Когда выныриваешь из воды. И что говорит Сефер Ахинух вкратце? Что момент, когда ты выныриваешь из воды, ты должен ощущать, что вот все заново, ты теперь новый человек. А какие у тебя должны быть намерения в этот момент, когда ты ныряешь под воду, ты должен что думать? Что все вода, как это было в момент творения. И только после того, как все была вода, разделили эти две, мы к этому еще вернемся, зачем нужен был этот Маклокет, и что это за спор, и что это за дисокремление, причем вода наверху, вода внизу, разделили эту воду, вынурнала земля, вот это уже то мироздание, которое мы с вами знаем. Можно сказать, что это решение спора, мы к этому еще вернемся. Но так или иначе, в этот момент, в этот момент вода принимает ту природу, которую мы знаем. Какая природа воды? Вода занимает собой все предоставленное ей пространство. Есть сосуд, она не выйдет за рамки этого сосуда. Дальше это будет перелиться, она принимает форму этого сосуда. В третий день творения появляется та форма, в которую вода занимает в этом пространстве. Это особенность воды. Она, или как сказал Волос Стивенс, если кто знает американский. Поэт, 18 параграф, human nature is like water. It takes the shape of its container. Мы, человек, здесь я остановился, потому что хотел уйти в другую сторону, потому что из чего человек был сделан? из земли. А что является основным ингредиентом человека? Душа и земля. Написано, что он все сделан из земли, а человек состоит, насколько я не помню, процентов, 80%, состоит из воды, почти как арбуз. Понятно, что есть смысл, но это не сегодня, это не получится. Но так или иначе, мы видим, что так как человек, это моделирование мироздания, что точно так же вода наполняет форму, которая ей предоставляется, точно так же изначально мир был наполнен водой, вода занимает собой форму. Но у воды есть бесспорно, как и у всего, что стремлен в этом мире, дуальность. Она может быть чем-то хорошим, чем-то плохим. Можно утонуть даже в ложке супа. Но с другой стороны, вода – это источник жизни и так далее. Или как говорит Алтареб, перефразируя слова Зор, когда говорит о четырех основах в конце первой главы книги Таня, посмотрите 19 параграф, он перефразирует книга Сефра и Цера говорит об этом. Когда говорит о четырех основах мироздания, что у нас четыре основы физического мироздания, материально, какие у нас четыре основы? Это еще Аристотель говорил в Долтаребе. Земля, вода, воздух и огонь. Он говорит следующую вещь, что все материальные формы, все материальные формы состоят из этих комбинаций этих четырех основ. Посмотрите, что он говорит в конце, это 19 параграф, конец первой главы Тани, что наша материальная душа, которая происходит от оболочек и обратной стороны творения, кто знает, тот знает, она одевается в кровь человека, с помощью этого циркулирует по телу человека и тем самым мы живем. как написано в книге Ваикра, скоро будем читать, душа – это плоть и кровь, что она наполняет плоть с помощью крови. И вот из этого, то, что мы называем животной душой, идут все нехорошие качества. которые происходят из четырех нехороших основ. Какие? Ни дэгайну, каас, вегавам и сода эш, гордыня и злость идет от огня, шлингбал и мало, которые поднимаются все время вниз, как и гордыня. А все удовольствия и радости, они идут от воды, киа маймитсуин кольми на итане, так как вода выращивает любые всякие удовольствия. Все любят водные процедуры. Человек, который не любит водные процедуры, это диагноз. Кстати, так как диагностируют всякий там аутизм и так далее. Человек, который боится воды. Серьезно. И что здесь говорит Алтаребе? Что из воды происходят все радости. Что такое радость? Радость может быть хорошая, может быть плохая. Любые удовольствия, они могут быть хорошие, могут быть плохие. У нас иудаизм, это не христианство, что, я, к сожалению, очень часто с этим сталкиваюсь, когда особенности, то, что меня в Москве научили такому слову неофиты, неофиты, это люди, которые недавно останутся выдающими. Я это очень часто замечаю, обязательно должно быть плохо, тяжело, соблюдать Тору и Запад это очень сложно, нам нужно от всего отказываться, и вот эта вот суровость и так далее. Нет! иудаизм это фан, это хорошо, да, мы строим свой образ жизни вокруг этих принципов, но это образ жизни, мы получаем удовольствие, мы кайфуем, нам классно от того, что мы собираемся на шаббат, от того, что мы делаем лыхаем, в конце концов, в синагоге. хорошо, иудаизм должен, это лыхаем, это вода, сингл мал, блин, это я не вижу, да, иудаизм должен быть приятен, соответственно, если это приятно, это тоже год от воды, но удовольствия могут пойти в разные стороны, это дуальность воды, дуальность воды, которая может пойти или в ту, или в другую сторону, а теперь, а теперь, что такое у нас спор? Вот когда люди начинают спорить? Ну, вы помните, мы сказали, разделили воду, появился спор. Но когда рождается спор, потому что разделяют что? Воду, которая и то вода, и то вода, но они спорят между собой, обычно люди, которые не могут договориться, они говорят об одном и том же. Ну, просто один громчик лечит, а теперь это уже такие фокусы, такие вот, меня лично, H2O. Посмотрите, тут есть в Википедии и Health Department New York State. Цитата в втором параграфе. H2O is a chemical formula for water, meaning that each of its molecules contains one oxygen and two hydrogen atoms. Все знают? Понятно, просто. В школе учились. Я в уроке химии всегда прогуливаю. Да? Но, что здесь интересно? Что у нас, что такое hydrogen? не просто газик. Посмотрите, hydrogen possesses whatever NPA, слава богу, мой папа, здесь меня не слушает, я ничего не понимаю в этом. Да, я понимаю, да, но посмотрите, что там написано. But this is NPA 704, the highest rating of water on the flammability scale because it's flammable when mixed even in a small amount with ordinary air. Hydrogen – это очень легко воспринимающийся элемент, но он составляющий воды, которая была абсолютно противоположность огня. Oxygen – есть большой спор. Или он flammable, или не flammable. Серьезно, это неоднозначно. Oxygen говорит о Википедии, не о Википедии, это о Health Department. Он говорит, Oxygen is not flammable, but it can cause other materials that burn to safety, ignite more easily and to burn far more rapidly. The result is that a fire involving oxygen can appear exposed with light. Считается, что кислород. Все знают, что горит у нас? Трубы горят. Трубы горят. Да, когда горит огонь, это горит кислород, процесс окисления. Хотя сегодня это считается неоднозначным, говорит кислород или нет, но так и иначе кислород, он тот, который сопутствует горению. Все прекрасно знают, что если гриль закрыть и плечку закрыть, то не будет поступления воздуха, гореть не будет. Мы берем два элемента, которые один просто резко, очень воспринимающийся, другой сопутствует огню, соединяем их вместе и ослик превращается в деревяшку. И это становится водой. Остается чем-то абсолютно обратным двум составляющим атомом. Почему? Потому что что у нас, когда у нас рождается спор, рождается спор, когда разделяют две одинаковые вещи, они начинают спорить между собой. Настоящий спор, настоящий спор. Это спор, в котором нету правых или неправых. Или как мы неоднократно с вами цитируем известнейших гемуров из Талмуда и Рубим, которая приводится одна из самых крылатых фраз Талмуда, посмотрите, 21 параграф. Три года спорили между собой школа Шамая и школа Илэля. Одни говорят закон по нам, другие говорят закон по нам. Ятца Батколь вышел голос с неба и сказал И то, и то слова живого Бога. Я надеюсь, вы знаете эту цитату. Она объясняет Мишну из Пиркеа о том, что спор, который существует во имя небес, обратите внимание, именно во имя небес, он будет существовать вечно, потому что там нет правых и неправых. А спор, в котором пытается кто-то доказать свою правоту, где кто-то прав, кто-то неправ, он не может существовать вечно, потому что кто-то окажется, в конце концов прав, и спор закончится. Спор, имеющий право на существование, это только тот спор, где никто никому другому ничего не доказывает. Доказывать не будет. Это спор, где есть два равносильных мнения, тогда он будет существовать вечно. Это спор Алиль-Лэль-Шамая, который, казалось бы, постоянно спорит между собой, выходит, голос с неба и говорит, и то, и то слова проточного Бога. Элуким Хаим. Что у нас в Майм Хаим? Проточная вода, и то, и то. Спор, который есть между водой и водой, это спор между двумя равносильными вещами, поэтому он никогда не закончится. Еще раз прочитываю Уверенщикова, только уже с окончанием этой фразы, луна и небо, луна и солнце не враждуют на небе, и теперь я могу их понять, потому что они говорят в одном и том же. Этот спор, который рождается, это спор, который дает нам возможность для существования разных мнений, как объясняется дальше там в Талмуде, что почему закон идет по Алилью, потому что Алиль, не потому что он прав, а просто потому, что там говорится, что он сначала, следовательно, школа Алилья, сначала объясняли, почему их оппоненты правы, а потом они объясняли, почему они тоже правы, и поэтому закон идет по ним, потому что они гораздо более классные и толерантные, чем последователь школы Шамая, не потому что они правы. Это еще один миф, который нам очень тяжело для русскоязычного общества понять, что если закон идет по какому-то мнению, значит, это правильное мнение, говорит нам Талмуд. Нет. Если закон идет по какому-то мнению, это значит, что закон идет по этому мнению, но это не значит, что другое мнение неправильно, это значит, что просто то, что является рамками закона, оно соответствует больше к этому мнению. Но то мнение точно так же правильно. И это не значит, что Тора, она на небесах, вода, которая на небесах, она важнее, или вода, которая на земле важнее. Это одна и та же вода. Только одна оказалась на земле, другая оказалась на небе. Или... Мои дети просто недавно посмотрели этот самый... Как он называется? Pride and... Да. Поэтому у нас Джейн Остин, да, написал? Да? Да, поэтому цитата из Джейн Остин, посмотрите, 22-й параграф. Where the warriors do agree, it is quite wonderful the relief they give. И это уже просто, она как будто бы нашу лекцию готовила. Тогда, когда верхняя и нижняя... Сейчас будет вообще взрыв мозг. Тогда, когда верхняя и нижняя вода соглашаются, в этот момент приходит покой. Покой. Говорит Джейн Остин. А что она на самом деле имеет в виду? Что такое верхняя вода? Я еще не хочу вдаваться там эти каббалистические штуки и так далее. Ну, по-простому. Как работает вода? Все уже учили природоведение. Круговорот воды в природе. Проточность воды имеется в виду, что это вода, которая постоянно обновляется. есть вода, которая на небесах, есть вода, которая на земле. Они соединяются между ними. И как мы строим микву? Вспомните, как конструирована микву? Они должны быть постоянно... Они должны соединяться. Для того, чтобы построить микву, нужен один бассейн с водой, обычной водой, которую мы набираем, и обязательно другая, с живой водой, проточной водой, которая пришла благодаря этому постоянному круговороту, верхней воды и нижней воды. И они должны между собой соединяться. Только тогда это будет кошерная миква. Как правильно сказал, у Риэль есть по мнению... Большинству мнений это должны быть два бассейна рядом друг с другом. По мнению Алтаребы, поэтому Хабацкий миквы это вообще такой гембель. Это должно быть один бассейн с обычной водой сверху, а проточной водой, не проточной водой, с живой водой снизу. И они должны сообщать... Наоборот. А чем с первого бассейна? С проточной бассейна? Нижний бассейн с коротой бассейн. А средний бассейн горячий. Да, горячая есть такая птичка, горячая. Даже в геморе об этом говорится. Но не суть важна. Должна быть обязательно верхняя вода. Что такое миква? Это объединение верхней воды и нижней воды. Когда верхняя и нижняя вода объединялись? Когда они были вместе? В самом начале, когда весь мир был покрыт водой. Что нам говорит цепарь Инух, о чем ты должен думать, когда ты окунаешься в микву? Что все, весь мир покрыт водой. Ты заново в тот момент, когда ты окунаешься в воду, ты моделируешь это мироздание, которое было, соединяешь эти две воды вместе, две воды вместе, и выныривая, это как третий день творения, когда в суше подымается над водой. Вода выращивает всякие виды рады. Она должна, не вода растет, она дает всему остальному подняться. Поэтому это процесс очищения. Это не очищение какого-то физиологического или можно представить духовного. Это вопрос рождения заново, как ребенок до момента рождения в этот мир, где он находится. Я всегда, на русском это называется околоплодные воды, правильно? На иврите, все гораздо проще, мои шапины, но не важно. На русском околоплодные воды. Та же, абсолютно та же самая идея. Рождение ребенка это моделирование мироздания. И миква это то же самое наше обновление. Поэтому она очищает. Но тут все еще интереснее. Зачем нам нужна эта проточная вода, которая проходит этот круговорот? Потому что во втором Пэреке Барышит, когда уже говорится о том, как вода распределяется по земле, нам написано одно маленькое предложение. Посмотрите двадцать третий параграф. И река выходит из Эдена для того, чтобы оросить райский сад. Из рая выходит река для того, чтобы оросить сад. А оттуда она уже везде расходится. То есть, другими словами, так или иначе, вся вода, вот эта проточная вода, источники и так далее, она выходит из Эдена. Оно объединяет верхний мир, нижний мир, райский сад. Ведь после того, как был сотворен мир, был только райский звезд, человек находился в райском саду. Выныриво, из миквы, мы возвращаемся в состояние человека в момент мироздания. И поэтому приходит, тут можно было еще, конечно, много развить, но поэтому приходит после Адама, который из земли, приходит к нам кто? кто исправляет грех, на самом деле, ему удается полностью его исправить, мы потом просто все испортили обратно, но полностью исправил грех и древо познания. Мы возвращаемся в состояние гоноиды на кто? Моше. Что такое Моше? Я его достала из воды. Это имя Моше. Он берет, исправляет то, что сделал Адам, который из Адама. Но это для другой лекции, через несколько лет. Окей. И если вернуться действительно к этому мистическому аспекту, замкнуть круг, то есть еще в наших первоисточниках одна попытка объяснить логически о том, что же происходит, что с нами происходит благодаря этой нечистоте. Опять поэтому очень рекомендую посмотрите лекцию, которая так и называется «Знакомцы дух нечистоты». У меня на канале YouTube, где подробно это объясняется. И эта цитата там тоже приводила, цитата Рабьюда Олеви из книги Кузари. По большому счету то, что является сегодня нечистотой, мы все сегодня находимся в этом состоянии нечистоты и нечистоты смерти. Но на самом деле любая нечистота, которая есть, это нечистота смерти. Давайте прочтем, что говорит Кузари. Посмотрите 24 парагma. Амара Хавер сказал, напомню, если кто не знает, что Кузари, Кузари это, хотя Рабьюда Олеви был категорически против философии, но это была на самом деле первая сюжетная философская книга в иудаизме, написана в 13 веке, если не ошибаюсь. 13 век в Испании отсюда пошли все легенды о Хазарах, потому что Кузари это хазарский царь и так далее. Хавер это он как бы выдает или себя за него, или я когда-то эту книжку сдавал еще на выпускных экзаменах в Израиле в школе, но есть предположение, что он пишет это о своем, если не ошибаюсь, зяте, это Эбен-Эзра, который по каким-то преданиям он отправился туда унять неразумных Хазар. Так вот, говорит Хавер, это друг этого царя, который ему вещает за еврейское богословие. Я тебе уже сказал, что никакой связи между, и никаких сравнений не может идти в сравнении, никакой, не то, что мы поняли, нашего интеллектуального понимания и тем, что задумал Всевышний. В общем, не трахливо кеш ила эле агадлутва адумэлезе. Эле агадлутва адумэлезе. И вообще стоит не задумываться, не пытаться исследовать и понять вообще смысл заповедь. Аниумэл, но я тебе скажу. Ахар бакашата михила. После того, как я попрошу прощения, потому что это говорит, как я часто сам говорю, это все спекуляция. Мибильцит шейкзор шиукен. Без того, чтобы утверждать, что это именно так, обратите внимание, он изначально говорит, я тебе скажу, но могут быть и другие мнения. Шейкшар шития царат, что можно сказать, что все нечистоты, как и проказа, духовная проказа, так и менструальная нечистота у женщин, или то, что бывает у мужчин тоже, они все происходят от нечистоты смерти. Потому что просто по законам природы то, из-за чего становится нечисто из-за генитальных выделений, это может быть человек. Что такое, когда мы говорим, что у мужчины есть семяизвержения? Что происходит? А если это происходит не по назначению, то нафига уничтожили вообще миллиарды, триллиарды сперматозоидов, которые все могли быть жизнью? Что такое, я хочу просто напомнить, что вообще идея менструального периода у женщин появляется после греха древопознания, это мы с вами учили. Что такое на самом деле менструальная кровь у женщин? То, что не выполнил свою функцию передачи жизни. Соответственно, говорит Кузарис, здесь он говорит, только поймите, поймите. Он говорит так, ребят, только поймите меня правильно, это не истинно последняя инстанция, но почему нечистота, которая связана с генитальными отделениями, она непосредственно связана с нечистой смерти? Потому что это все в конце концов относится к смерти. В Седоке и когда теряются эти вещи или у женщин в менструальный период, или у мужчин, не дай бог, какие-то извержения, это уничтожается дух жизни в этом мире. И это очень важный момент для нас. Потому что сегодня из всех тех заповедей, которые мы говорили, связаны с очищением, у нас есть только одна заповедь, которая сегодня работает. Это какая? Не просто микро, в каком ситуации? Женщина, которую не дают. единственная миква, которая сегодня работает. Которая сегодня это выполнение, конкретно выполнение заповедей. Нет, это другая. Там не связано с нечистотой смерти. Там седла поклонства. Седла поклонства. мы это учим после того, как пришли с захваченными трофеями от Мавы и Медианы. Муша говорит, идите всех окуните меня. И что такое, говорит Кузари, это нечистота у женщины неды. Это та же нечистота смерти. Единственный вариант сегодня нам очистить от чистоты смерти, это женщины, которые соблюдают заповеди неды. это уникальная возможность. Я не хочу заниматься всякой пропагандистой, хотя моя жена бы наверняка сказала, что это то, что нужно делать, как важно женщине ходить в Мику, как это полезно для здоровья. Вообще весь смысл еврейского образа семейной жизни построен на сохранении здоровья женщины и поддержке сексуального влечения между мужем и женой. Но мы сейчас смотрим это в совершенно другой перспективе. Это объединение воды. Это творение мира заново. Это создание вашего дома заново, когда женщина выходит из Миквы. Это примирение всех споров. Почему? Потому что вавилонский талмуд говорит. Как когда-то в одесском еврейском лагере в 95-м году привели хаита выступать перед еврейскими детьми. он сказал мама говорит сыночку Мишенька отойди от трансформатора будь умнее и все еврейские дети засмеяли. Он говорит точно в еврейской аудитории. Почему? Потому что говорит вавилонский талмуд что все эти законы что нужно выставить дистанцию между мужчиной и женщиной когда женщина не да когда женщина в страйльный период он говорит это потому что она находится в неадекватное состояние отойди от трансформатора беги дальше поэтому есть эти законы для того чтобы не было споров нужно выстраивать дистанцию но что у нас примеряют все споры вода и вода миква с верхней водой и нижней водой выходит женщина из миквы секса все споры решаются и это и есть вся идея миквы это сегодня именно женской миквы это и есть то именно слово миква это и есть то что приведет Машеха в этот мир что означает слово миква кстати обратите внимание на пророка Эрмияу в 25 параграфе миквы миквы израэля шэм коль азавха евшу и сурей и сурай баарет своих тавуки азвам макор маим хаим эташем миква это гимн Израиля тиква а тиква это производное от слова мекаве на иврите это надежда надежда Израиля и тут пророк Эрмияу он смешивает все эти понятия вместе что надежда надежда Израиля всевышний тебя которого мы оставили и вы в нашем стыду и высохли наши земли и так далее и так далее и говорит он что мы ушли от источника живой воды когда мы уходим от источника живой воды от объединения верхней и нижней воды то и надежда та меква это то что создает надежду для еврейского народа как говорит в конце пророк посмотрите 28 26 параграф мы об этом говорили уже цитировали я соберу вас со всех народов и приведу вас вместе где бы вы находились в какой земле верну вас к вашу землю я вас буду обрызгивать чистой водой и вы очистите всех своих нечистот и я вам дам благодаря этой мекве новое сердце новый дух который будет в вас и я заберу от вас это каменное сердце которое на все нам пофиг и вообще Гагарин летал и Бога не видел это нас сегодня касается которого и дам вам живое плотское сердце как это было у первого человека когда все было покрыто водой и свой дух я дам сегодня вас потому что конечно нужно было говорить про Адама потому что душа его вдохнул его дух жизнь он вернет и вы будете идти по моим дорогам и соблюдать мои законы и тогда у нас будет полная любовь с вами вы будете сидеть в земле которую я дообещал вашим праотцам и я буду вы будете мне народом а я буду для вас Бога и говорит именно об этом посмотрите последний параграф 27 параграф он должен был расправиться с нашей нечистотой ниды что точно так же что вся наша близость со Всевышним она работает с помощью Миквы что точно так же женщина которая не да и которая запрещена своему мужу из-за менструального периода она идет в Микву для того чтобы обратно быть в близости со своим мужем и это с помощью Миквы в живой воде она очищается от своей нечистоты точно так же Всевышний нас очистит и мы с ним сблизимся и это то что Всевышний нас будет очищать этой водой это и есть наше раскаяние которое произойдет только окончательно будет только благодаря помощи Всевышнего как сказано свитки верни наш Всевышний к себе и мы вернемся и этим мы объясняем почему наш народ еврейский народ сегодня сравнивается с женщиной которая находится в период Ниды в период в период потому что у нас есть споры мы не можем объединять одинаковые вещи друг с другом мы не соблюдаем эту чистоту но это не просто пример то что говорит Барбанель то что является надеждой еврейского народа на избавление это и есть микро это объединение воды и воды это в первую очередь еврейские женщины которые соблюдают законы чистоты семейной чистоты выходят как новые из этой воды и как рождение нового ребенка и это передается нам мужчинам тоже немножко и только эта миква это и есть наша надежда на окончательное избавление на этом мы сегодня остановимся да всем спасибо кто был с нами на фейсбуке если у вас есть вопросы оставляйте комментарии к этому видео а если вы еще на нашем колхозном зуме вы можете задать свои вопросы сейчас кто в зале тоже может сейчас вы задать свои вопросы задать свои вопросы